Отлично. Значит, наши работы с системой контрольной версии 1. Немного обо мне. Меня зовут Дмитрий Соколов. 9 лет я работаю как разработчик в основном. Из них это 8-бит, это джава чистая. В 2 года я тренер. Последние 2 года мне очень-очень сильно нравится делиться своими знаниями, событиях, посвященных обучению людей более продвинутым уровнем программирования, чтобы человек был быстрее. Сейчас степень подникновения в IT ускоряется и ускоряется. Все больше людей может все быстрее стать хорошими специалистами. Последние 3 года я занимал позиции сеньор-жаворазработчик и техлит. У меня опыт, он очень обширный. Так получается, что я работал чисто только с вебом. То есть все, что связано с вебом и джавом, я знаю очень широко обширенно со всех и фронт-эндом и декабряной стороны, как устроен процесс разработки программ, какие методологии, инструменты используются. И у меня есть любимый проект. Я начал недавно. Называется он Became Java Senior. Я хочу, чтобы больше людей становились у меня сеньора. Это мой скайп для контактов. На сегодня у нас такой план. Мы пройдемся по установке гита, по конфигурации и дальше видим много команд. Колон, Checkout, Diff, Commit, Push, Rebase. Это команды, которые я считаю очень-очень полезно знать человеку, который работает с гитом. И поговорим немного про хостинг-провайдеры гитов. Гит-репозиторий. То есть где вы можете... Ваш гид. Забил включить камеру. И говорим про графические утилиты. То есть гид, он изначально, да, был сделан как консоль. Ну, сейчас расскажем, что такое гид. Вот. И есть утилиты, которые позволяют в графическом виде, как это с СВН, в принципе, разрядение системы Кодоля, под вашу печатную систему работать через речь ЮАИ. Пару слов, что такое гид. То есть я не буду там вдаваться в глубочайшие детали. Большинство из вас здесь присущих, наверное, процентов 90, раньше с гидом вообще никогда не работали. Кто-то работал там последние три и полгода и все. Вот. Поэтому я скажу такое вот то, что нужно знать человеку на сегодняшнем вебинаре. Я дам максимум того, что нужно знать начинающему разработчику, какие использовать подходы. И мы, собственно говоря, проведем все это в виде практики. То есть я буду с начала до конца делать вид, как будто я сейчас разработчик, сделал какой-то функционал и хочу теперь его поместить в гид. надо работать с гидом, чтобы поместить свои изменения, их изменять, дополнять в таком духе. Значит, гид появился в 2005 году, можно знать, сделал его автор линукса. И он является ядром линукса. К сожалению, тут большинство людей с военным не знакомы. Но если проведите сравнение, то гид – это набор консольных команд. Это огромный набор консольных команд. И он был сделан, чтобы можно было на основе этих консольных команд делать любые действия. Это могут быть скрипты. То есть вы можете написать под линукс скрипт, в котором будет вызываться огромный крисовый гид команд, которые будут делать вам необходимые действия. Например, когда вы настраиваете Continuous Integration Server, вы хотите, чтобы вытаскивал вас при коммите с таким-то комментарием, с комментарием, допустим, баг, сделала сборка, выбиралась оттуда с гида и проходила какое-то специальное тестирование. Или там все будет с каким-то тегом определенным, появится тег с новой версией, значит надо собрать новую финальную сборку. То есть это такая вот махина, она очень-очень обширная, очень-очень большая. его изучать. Видно, можно там код, чуть ли не каждый день почитать, чтобы его изучить. Поэтому как бы много команд, в них можно запутаться. Я постараюсь надеть максимально вот те, с которыми я начинал, с которыми у меня хорошо получалось работать. И вы верны, в дальнейшем, вам будет также удобно. Да, Showtime, то есть переходим к коду. То есть я буду, надо возвращаться к презентации для того, чтобы сделать какой-то чек, что мы увидели, что мы не видели, что есть. Вот. Я попросил вас зарегистрироваться на GitHub. Значит, те, кто это сделали, молодцы. Видите, у меня внизу такая всплывающая заметка. Я ее оставил для того, чтобы на протяжении вебинара вы могли, я буду сюда писать последние свои действия, либо действия, которые вам нужно видеть, повторять за мной. То есть я вам рекомендую сейчас повторять за мной то, что я буду делать. Если вы зарегистрировались на GitHub, значит вам надо зайти сейчас на GitHub. По ссылочке, вы видите, все еще один внизу. GitHub.com.chelessokolov.com.cheles. Это небольшой проект моего хорошего друга, тоже тренера. Тут вот это джава проект. Вам нужно сделать форк. Вы создадите у себя, к вам потянется копия этого проекта. Я сейчас по другим пользователям. Вы сделали форк. У вас поядер, вы заходите в себе в профиль, вы увидите у себя списки, что у вас есть форкнутый. Дальше. Мы сделали отлично, у нас есть копий проект. А как теперь начать с ним? Я не буду говорить, что гитхаб. Наверное, многие знают. Это репозитория, где любые проекты, они открыты для всех, а за денежку можно сделать приватными репозиториями. Таких аналогов несколько. Есть аналоги гитхаба, есть более удобные, чем гитхаб. Я о них пару слов скажу. Вот. Теперь macOS сейчас стоит, то вы можете сделать через Package Manager Brew. Делать Brew. Install Git. Если Linux, Dice, RedHard, можно через YAM. Если какой-то другой, можно через VGET или APTG. Если у вас Windows, скорее всего, у большинства, то нам рекомендуют. Значит, надо зайти сейчас по ссылочке. Ну, эту ссылочку для Mac версии. Давайте просто сделаем такой гид download. В Гугле делаем поиск, видите. Вот. И вам предложат, допустим, версия для Windows. Да. Последняя версия 2.2.1. Ну, видите, тут версия 1.9.5. Вот. Видите, последний source версия 2.2.1. Можно скачать, если сделать build из исходника. Да, то есть, значит, вам надо, если подвинуть, вы установили себе. Прямо сейчас установили. Ну, делать сейчас make, да, вот у меня третий вариант, это make исходников мы не будем, да. Но есть такая возможность. И, в принципе, я когда первый раз ставил гид, я именно делаю build исходника. Не знаю, почему так получилось. Вот так получилось. Значит, у вас там идет процесс установки, да, путь этот есть. Вы там скачиваете себе, сейчас у вас оно устанавливается. Есть у кого-то установлен вообще какой-то. После того, как вы установили гид, его можно конфигурировать. Значит, у гид есть команда. Я открываю консоль. Да, значит, да, гид конфиг. Ага, мы еще не сделали клонирование. У меня слайды не по порядку. Значит, то, как вы его портнули в мой проект, вы можете его себе затянуть. У меня, видите, гид клона и путь к моему проекту, да. У вас этот путь будет отличаться вот на ваше имя. То есть, как это посмотреть? Вам надо сейчас зайти на свой гид, зайти в портнутый Tetris и вот вы увидите тут вверху в заголовке путь к вашему проекту. Надо просто его скопировать. Команда, которую мы будем делать. То есть, мы себе сейчас локально на наш компьютер, хотим купить версию этого проекта. Эткровая консоль. Так, какие методы есть. У меня тетрис. Я сейчас его уберу. Так, все. У меня удалил. Приходим, значит, в директорию, где мы хотим хранить наш проект. Делаем команду гид клона и путь к нашему проекту. Так. У меня в виде в виде команда клона into Tetris. Получил объекты 275 мегабайт, количество файлов, домен. После того, как мы сделали гид клон, у нас появится папка Tetris. Мы в нее можем перейти. В этой папке находится наш проект. И, кроме этого, тут еще не видно, есть папочка .git. Это скрипт папка. Находится все файлы консультации GitHub. То есть, каждый файл хранит в себе определенную информацию. Есть мануалы, что это за файлы. Их можно менять вручную. Там увидеть, подчеркнуть огромную часть информации. Мы сейчас в них не вникаем. Мы просто знаем, что Git, он в корне нашего проекта хранит свою скриптую папку. А у других папок ничего нет. То есть, нет никаких с видов Git. Как проверить, что мы сделали клон успешно? У нас все хорошо. Мы должны выполнить команду GitStatus. Я не вышел из своей папки. Я нахожусь в папке Tetris. Сделаю GitStatus. Статус – это проверяет текущее состояние вашего проекта, сопоставимо с проектом, который находится на удаленном сервере. Он пишет, что у меня сейчас branch – это ветка мастер. И эта же ветка синхронна с мастером. Отлично. Так, я посмотрел вопрос. Запись я делаю. У меня гид вовсю по MacR. Выписываю. Значит, давайте подпилоты, дабы смотрели первую команду GitStatus. GitIce, где GitHelp, 2 слыша help, выведет вам справочку с самыми популярными командами. В принципе, почти все мы используем. Именно разработчик, именно с консоль. Если хотим увидеть все команды, которые вообще доступны, делаем GitHelp-1. И мы увидим огромный катастроф. Видите, у меня такой список огромный, да? Сколько команды существуют для Git. Потом укладывая команды, это может быть 10 параметров. То есть на изучение всех этих команд, всех этих параметров может идти очень хорошее время. Нам это не надо. Нам нужны такие основные, именно как вот, посредственно разработчик, который вручную ищет код, и вручную его коммитит в удаленных сериях. Давайте поговорим по поводу Git. Значит, в интернете огромное количество мануалов. Git – это open source. Соответственно, как бы сообщество активно его поддерживает, переводит на разные языки. Я с вами в конце поделюсь ссылочкой на такие вот реально клёвые мануалы, которые позволяют именно человека со стороны, с улицы, гнипнуть, что такое Git, как он работает, использовать его на полную мощность. Значит, у Git, ну я буду говорить самыми таким простыми, чтобы объяснить сложные вещи простыми словами, есть два репозитория. Первый – это ваш локальный. Он называется stage – индекс. Значит, когда вы что-то делаете, коммит – это перемещение ваших изменений в Git. То есть, вы что-то изменили и хотите сказать Gitu – Git. Вот, да, изменили об этих изменениях. Я хочу, чтобы ты о них узнал. И ваши изменения помещаются в stage. Это ваш локальный индекс, который находится у вас на компьютере. Для этого вам интернет не нужен, вам соединение ни с каким сервером не нужно. То есть, вы можете где-то там на природе это сделать, в парах коммитить Git. Вы там делаете коммит, делаете определенные манипуляции с Git у себя с своим локальным репозитором. И потом в какой-то момент времени вы хотите, чтобы другие люди из вашей команды, весь внешний мир узнал о том, что вы что-то сделали. Тогда вам надо ваши изменения запушить на удаленный сервер. Это такой интересный гайд. Я вам его советую. Называется Visual Git Guide. Если там в объеме Google вы найдете. У него есть на русском, на английском. Он очень наглядно, я считаю, очень классно показывает. Сразу позволяет посмотреть, увидеть, что происходит. Вот ваша рабочая виктория, вот те файлы, которые мы сейчас склонировали, они находятся у меня на диске. Если я что-то поменял, я хочу сказать, я делаю команду git add files. И он их помещает в стейдж. Он их у себя сохраняет. Их же я могу закоммитить. Каждый ваш файл, он довольно пошел по уникальному пути, каждый ваш файл ассоциируется с определенным хешем. Мы сейчас это увидим, когда будут изменения. И соответственно, когда вы... Сейчас мы дойдем до веток, тогда я вам это скажу. Так, есть. Значит, я находюсь в папке Tetris. Значит, я делал git status. У меня все хорошо. У себя тоже там сделали. У вас все хорошо. Я сейчас открою и что-то попробую изменить. Реальный проект Tetris. Я там милку смотрел. Находим там в исходнике. На там куда... Tetris Core, SRC, Main, Java, Net. Tetris. Ну, такая спорная файл. Да. Фиджуэ. Фиджуэ. Ну, открываю я это дело. Да, я программист. Я взял чужой проект и хочу с этим проектом вместе работать. Позже что-то менять. Есть методы там. Ну, супер. Я добавляю какой-то свой метод. Это, значит, интерфейс. С видимостями, да. Int. Get. Давайте там. NewYear. NewYearPresent. Что-то мне так хотелось. Вот. И сохранил. Ну, типичный статус, типичный этап. Смотрим, что происходит в Git. Я делаю Git статус. Что мы видим? Значит, рекомендую внимательно читать, что пишет Git. Поначалу он пишет полезные вещи. Он делает подсказки. Он пишет, что мой репозитор все еще актуален с мастером. Ригид мастер это наш удаленный сервер, который находится удаленно. Change not staged for commit. Это означает, что они не находятся. То есть, Git видит, что были изменения, но он не знает, что изменилось. Он пишет, что содержимое этих файлов, да. То есть, делает там какой-то хэш. И смотрит, что содержимое отличается. Ну, он это узнал и все. Значит, и он нам советует. Use git add file for that file. Вот файл will be committed. Либо делать checkout. Чтобы изменить изменения. Ну и дальше тоже пишет git add или commit. Commit минуса. То есть, я делаю git add точка. Точка значит добавить все. Все, что он найдет в директории по директории, добавь, пожалуйста, себя. Делать опять git статус. Мы уже видим, что уже подчеркивает не красным, а зеленым. И никаких ошибок не пишет. Ну, то есть, как бы, да. Ну, делает один совет. Git reset here. Tone stage. Ну, об этом поговорим потом. Вот. То есть, он вот видит. Например, я хочу увидеть, а что же было изменено. Вот. Я что-то изменил. Да. Ну. Я хочу увидеть. Я на команде git div. Сейчас. Итак. Git div. Git log. Минус 5. Git log. Так. Это возвращается у нас не то. Так. Что не хочется. Нет. Чтобы ты понимали, да. У меня git div не работал. Да. Ах, да. Я же не закоммитил. Значит. У меня изменения были сделаны. Был изменен файл. Теперь я хочу, чтобы этот файл попал в мой латынный репозиторий. в мой стейдж. Этого делаю. Команду git commit. Минус m. Это означает, я хочу добавить сообщение. и пишу added new year новогоднюю фичу. Он мне написал, что появился под мастером определенной цифры. Это хэш. Ассоциированный с этим commit. И пишу, что один файл изменен. И два и два. Две строки были изменены. Так. И div не работал. Теперь я хочу посмотреть историю своих коммитов. То есть, собственно говоря, что было мною добавлено в git. Видите, вот последний мой комментарий. Сегодня, 5 января, 24, добавлена новая фича. Можно посмотреть дальше предыдущие комментарии. Коммиты с комментариями. Вот. В таком виде. Вам может не понравиться в таком виде новоле, потому что такой хэш длинный. Имя автора. Да, кто-то делает у меня, наверное, имя. Дмитрий Соколов. Е-мейл. Вам, может быть, это не нужно. Дмитрий Соколов. Для этого цели нам приказно позволяет посмотреть информацию в консоли. Мы можем посмотреть. Первое. Посмотреть только последний коммит. Git log минус 1. Мы видим только последний коммит. Мы больше ничего не видим. Можем увидеть, что же было изменено в этом последнем коммите. С помощью параметра минус 1. Вот. Мы видим, что была добавлена одна простая строка и одна строка с методом get new year present. Довольно удобно. Мы можем увидеть git log one line. Это означает, что все комментарии будут в одну строчку. Все коммиты скажут. Вообще очень удобно. Быстро. Особенно на хэш. Какого-то коммита. Потом с ним работают. Все подходят. Ну и всякие дополнительные вещи. Мы еще купили опции граф. Чтобы посмотреть наш граф. Вот. Есть один такой нюанс. Я вот только что, вы говорите, сделал коммит. В тот же репозиторий, куда в основной репозиторий. Какую-то свою фичу. Это не есть удобно. То есть это, в принципе, не связано с ссвеном, где был такой травм. Все коммитят в одно место. И позволяет эту проблему очень хорошо решить. Сейчас мы видим, что сидел гид статус. Что наш бранч, это ветка, по которой мы работаем. Бранч мастер. Опережает оригинальный на один коммит. То есть у меня есть какие-то изменения. Да. Они переглядят дел. Да. Гидпуш. Это коммар. Ваши изменения в вашем локальном, в вашем гиде, переносит на удаленный сервер. Я делаю гидпуш. Скажет меня под каким паролем. Я вложу свое имя. Пароль. Нажимает объект. Присует. Все прошло хорошо. У меня, видите, два таких хэша. Это хэш предыдущего коммита, хэш нового коммита. Здесь я сейчас свой гитхаб. Вот это ссылочки. А это new year feature. У меня появился коммит. Вот его хэш. Есть вопросы. Давайте сейчас посмотрим. Да. Он стэчит. Див стэчит. Есть такое дело. Можно ли сделать апдейт проекта, не делая коммит? Мы это попробуем сделать ручным. Так. Запитание. Завдание. Зарасчу. Финси. Вопросы. Если касается текущей темы. Я там раз в 10 минут буду смотреть чат. Если по тому, что вот сейчас говорится, то задайте сейчас. Если это сейчас не касается того, что сейчас я делаю, то в конце. Вопросы. Как вы видите? Да. Мы только что с вами сделали коммит. Это хорошо, но я сделал коммит. Если кто-то другой делает коммит. Это хорошо, что у меня был только один коммит и одно изменение. А если моя фича требует больше коммитов. То есть я делаю неделю. И у меня там, я время от времени делаю коммит, чтобы как-то это все менеджить удобно, да, там, видеть, откатываться до предыдущих месяцев, что там я попробовал не то. Или там сделать поверх этой фичи еще новую какую-то, новый функционал приделать. Или ко мне подключается, как я тоже хочу поучаствовать над созданием твоего нового функционала. Самая замечательная практика это все делать в отдельных ветках. В идеале у вас должно на проекте быть так. Одна новая фича, один новый функционал, отдельная ветка. FixityBug – отдельная ветка. Все делаем в отдельных ветках. Это делает потом ваш мастер намного читательнее. То есть у вас не будет тут миллион коммитов промежуточных, у вас будет только коммит сделан, это какая-то фича. Все это в одном коммите. Или там спенд кодобар. Это хорошо для кода ревью. То есть вы там сделали какую-то фичу, запушили, у вас оно получается в одном коммите, и человеку не надо лазить по вашим мелким коммитам, чтобы увидеть разницу. Видите, у меня один коммит, и я вижу, что была добавлена одна строчка. Если, например, я делаю функционал изменения 10 классов и 100 строчек, то все это отобразится на одном экране. Если это будет в мелких коммитах, то надо будет в каждый коммит заходить и смотреть, чем они отличаются в предыдущей от текущей. Как это сделать, чтобы ваш функционал, который вы работаете, неделю его делаете, потом был в виде одного коммита? Мы про это поговорим сейчас. Значит, с основ это создание ветвей. Какие-то есть команда Checkout, есть параметры Minus B. Minus B это бранч, да, создать новую ветку. И я делаю Minus B и пишу имя новой ветки. Имя новой ветки я рекомендую выбирать максимально понятное и короткое. Почему? Потому что вам потом руками в консоли придется ее вводить много раз. Или там, по словам, непонятно. То есть, допустим, Minus B, допустим, у меня там New Year Fetch. Ну, то есть, к примеру. То есть, максимум там просто. Можно вообще создать NYF. Вообще, здорово. Не New Year Fetch. Нам видится, что было переключение на новую ветку NYF. Мы делаем git start. Я вижу, что нахожусь в ветке NYF. Коммите нечего. Деревочка чистая. Давайте сделать, сейчас изменить. Так, я закрыл ноту. У нас есть параметры. Я делаю privat, string, present, present. Да, что-то очень простое. Я делаю какие-то изменения. Добавил в класс фигуры pattern возможность вытягивать значение применения present. Идем в наш гид. Я это сделал тогда, когда уже находится в новой ветке. То есть, важно при этом начать какой-то функционал, попасть в эту ветку. Находиться в той ветке. У меня сейчас пишут, чтобы было делать изменения. Я делаю git add. Добавляю все. Все хорошо. Делаю git commit. И минус n. Я его добавил. Гид статус. Заметно, что все хорошо. И ничего нового нет. Мы это сейчас попробуем посмотреть визуальной. Я открою графическую теорию 43 для того, чтобы не показать, как сейчас выглядят наши визуальные. Так. Сейчас сниму. Для этого я добавлю новый репозиторий. Для того, чтобы нам в реальном времени видеть дату, что можно делать, открывать консоли, видеть время, быстро хорошо обновляет, наглядно, что происходит сейчас в репозитории. Давайте посмотрим, какие элементы здесь есть. Видео самое верхнее, такой значок ветки и написано nvf, это означает текущая ветка, скажем, самая новая ветка, находится вверху, где есть определенный коммит. У коммита есть хэш, много цифровых букв, она уникальна в пределах всего гита, все коммуницирует этот коммит. Дальше автор, дата, остальное. И еще две, есть граф. Это граф наших веток. Сейчас у нас нет ветки, потому что у нас нет того, чего нет в нашей новогодней ветке. Давайте посмотрим, как же переключиться обратно на ветку мастера. Я сейчас делаю свою фичу. Делаю, 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 делаю. И теперь я перестал ее делать и хочу вернуться обратно в основной, и заниматься чем-то другим. А вот наш файлик, который тут открыт, мы помним, тут у нас википрессон написано, есть метод, что происходит, когда мы переключаемся на новую ветку, точнее на другую ветку. Это делать с помощью git checkout master. Мне написало switch to branch master. Если мы вернемся в файл, видите, обновилось, пропали мои изменения. На самом деле они никуда не пропали, они остались в той ветке, но сейчас у меня, видите, очень быстро, за долю секунды, если у вас будет большая разница между ветками, если вы проследите очень быстро. Как посмотреть список веток, которые вам доступны? Делаться с помощью гид... В докладе вернемся к нему, что мы тут еще не рассмотрели. Значит, склон сделали, breakout сделали, brain... и возле тона, в которой мы сейчас находимся. Если я сейчас, например, меняю в этой ветке, например, зайду в... Давайте, давайте, где этот файл... Добавлю сюда... Letters, string... Это будет у нас git... Давайте паблик... Почему-то так это решает. Есть. Так. Git-status. Вот. Отвечается. Значит, чтобы не делать каждый раз git add, можно сделать git commit с помощью одной команды. Это файлов, которые уже существуют в репозитории. То есть, что происходит? Файлы, о которых git знает, можно коммитить с помощью одной команды. Не добавлять каждый раз. С помощью команды add. Edit.gift.fablic. Есть. Я закоммитил. И обновим. Что мы видим здесь? У нас появилось такое ответвление, чего не было. Потому что эти две ветки, у них есть отличия, которые пересекаются. То есть, что-то есть в этом, чего нет в этом. И наоборот. Видим, что вот мастер приезжает. То есть, ну приезжает это по... То есть, было совсем недавно сделано коммит. В новогодний ветки NWA было сделано раньше, точнее позже, мастер раньше. Да, давайте попробуем коммит без месседжа. То есть, давайте экспериментировать, смотреть, что происходит, разбираться, как бы это очень интересно. Единственный способ изучить гид, это сделать себе песочницу. Песочницу, где вы будете ковыряться и пробовать экспериментировать. Потому что не всегда понятно, что делает команда, даже прочитав описание. Надо попробовать и видеть. А что если так? А что если с такой комбинацией? А что если из такого состояния перейти в такое состояние? Гид начнет на что-то ругаться. Надо подумать, а как же теперь испариться от этого? Сейчас поговорим. Так, гид, гифт сделали, сделали его приватным. Все-таки я рекомендую вам поиграться по всем командам, которые будем говорить сегодня. Посмотреть еще какие команды популярные. Делаем гид коммит. Видите, открылось окно. Время от времени при определенных действиях будет от вас предлагать вам изменить определенные файлы. Он открывает эти файлы в редакторе по умолчанию. Сейчас у меня тут стоит Vim. То есть он использует Vim. Vim это консольный редактор файлов текстовых. Можно поменять. Может открываться не Vim, а другой. Можно сделать, чтобы открываться какой-то глянцевский редактор. Чтобы вам было удобнее. Как вы захотите. Вот я комментарий не ввел, но мне спросил. Просто введите сообщение для ваших изменений. Видите, строки начинающие с хэша будут игнорированы. Это пустое сообщение оборвет коммит. То есть не закоммититься. Без сообщения коммит сделать нельзя. Я прихожу в режим редактирования. Пишу mail gift private. Сейчас я пишу комментарии для себя. Сейчас я как раз в мастере. Это не очень хорошо. Но обычно комментарии, когда работаете типичи, вы пишите комментарии, понятно, только вам. И когда вы уже ваше изменение захотите, чтобы узнали другие члены команды, тогда вы пишите один такой хороший, продуманный комментарий. Делаем insert. View V. Сохранить. Выйти. Ой. View. Так. Что у меня произошло? Давайте посмотрим. Так. Не захотела. Примаркер. Так. Вот. Видимо, что я написала. Был сделан коммит с таким вот хэшем. С каким-то комментарием. Да. Одна слуха измена. С помощью нет. Давайте посмотрим, как мы можем увидеть это в консоли. Значит, git log в онлайн. Что мне показал git? Он показал мне. Видите? Такая вот. Проявились. Графически. То, что мы видели только что в Source 3. Интерфейсе. Он показал мне графически вот в консоли. Видите? Тут много было предыдущих веток. Видите? Ответлений. Дальше там мерш какой-то там. Что-то было. Извините. Опять. Там больше 5. Там чистки. Там чистки маржи. Так. Значит, мы с вами сделали новую ветку. Ну, это. Хорошо. Да. Значит, с помощью git log можно фильтровать как угодно ваши данные, которые вы смотрите. Можно, например, там показать в виде там имя человека, дату. Да. Можно не показывать дату. Можно делать там фильтры, например, по диапазону дат. Мне нас интересуют только атомиты, которые были сделаны там за последний месяц. То есть, все это можно с помощью консоли сделать. Потом, конечно, надо знать, понимать. То есть, порой вот, чтобы наблюдать, что происходит в депозитории, вот очень удобно использовать какие-то графические утилиты. Если что-то изменять в git, то лучше это делать резко концов. Потому что мне не всегда понятно, какие именно команды делает какой-либо графический гид. пул. Если кто-то поменял какие-то изменения в депозитории, кроме меня, и я хочу к себе подтянуть, просто делаем команду git pull. Пишет applied и uptoday. То есть, никаких изменений не было. То есть, если бы сейчас кто-то подключиться, я бы добавлю кого-то в репозиторий как компьютера, который коммитит эти изменения, и команда git pull потянет мне его изменения. Есть еще команда git fetch. git pull это git fetch плюс обновление вашего стейджа. То есть, git fetch она просто подтянет, но не переменит изменения, а git pull он подтянет изменения и переменит их. Более детально, в самом среднем уже можете разобраться, нюансы отличия в этих команд. Так, ну давайте еще посмотрим такую вещь. Например, пока мы по ходу, пока не перейдем к сложным. Во-первых, когда переключаюсь обратно в checkout new year . То есть, pull это когда мы уводим это к себе. Что мы умеем? Мы умеем делать ветки, умеем коммитить в них, умеем переключаться с ветки на ветку. Теперь давайте говорим про особенности процесса. и мы будем стыкаться в жизни. Например, я беру какую-то фичу, добавляю там private, . Так, что у нас там будет в java sample. Да, я сделал какие-то изменения. Git статус, мне об этом говорить. Теперь я хочу приучиться обратно в мастер. Git, checkout, ну где дел дел, блин, надо что-то там на мастере. Что мне говорит Git? Ваши изменения, блокальные изменения, в квадфайле будут переписаны. Пожалуйста, закомните их. Или stash. Then before you can switch branches. То есть, делать новое что-то и включиться на другую ветку, я не могу. То есть, коммитить я еще не хочу. Оно еще не готово. Ну вот я только, наверное, написал. У меня что-то в процессе, я вот что-то навоял вот это. Я могу сделать их спрятать. Stash это какая-то схованка или там нычка, за нычковать свои изменения на будущее. То есть, я просто делаю... Давайте откроем удар. Чтобы было видно. Git stash. Команду. И он мне пишет, что сохранена рабочая директория в таком-то бренче. Head is now... И мой head был изменен на предыдущий этот проект. То есть, вот этот файл, который я менял, который, вы помните, я добавил сюда новую переменную, и она пропала. То есть, мои изменения были спрятаны в битте, и были откатаны, и состояние было откатано до последнего. До вот этого add present. Видите, оно посвечивается жирно на меня сейчас. И теперь, если я сделаю Checkout Master, пожалуйста, переключилось, пишу статус этой метки, все окей. Мои изменения никуда не пропали. Они остались. Для этого я, грустно, я что-то поделал в марсе, не поделал в других. Я, как хочу, возвращаюсь обратно. На свою . И теперь мне бы хотелось вернуться к моим изменениям. Первое, что я могу посмотреть список своих, скажем так, заначкованных файлов, которые я написал. Делал это с помощью этого git stash list. Видите, мне пишут, там вот, была такая нычка под номером 0, в какой момент, в какой commit был у меня перед тем, как я сделал нычку. Теперь я хочу обратно получить свои файлы, которые я спрятал. Можно сделать двумя командами. git stash pop или apply. pop это по принципу, первый вошел, первый вышел, мы забираем на нашу нычку и она пропадает отсюда. Она исчезает из git, она у нас появляется в исходника. Apply, она у нас остается, как нычка, но исходники нам попадают. Ну, я делаю pop. То есть, последняя, забираю последнюю свою нычку. Так, давайте откроем этот файл, который я менял. Видите, у меня появился java sample, которого до этого не было. Вот он у меня, то есть, из нычки пришел ко мне. Git stash list у нас пустой, ничего не было. То есть, нет. Git одновременно делал и git статус команды. Это реальный пример жизни. Дальше, ну, давайте я закомничаю свои изменения. commit-a, да, мы добавляем, –m, added java sample. Есть. Отлично. Теперь, вот, такой вот очень интересный момент. Мы обновились, видите, отдельной ветки у меня появилась. И теперь я хочу, например, такую вещь. Я случайно сделал commit. Вот, я вот закоммитил, блин, вот не хочу я. Вот не хочу я снова, чтобы это был commit, чтобы он был у меня. Я хочу, я передумал, да. Такое тоже бывает. Очень удобно из команды. То есть, Git, в принципе, можно делать абсолютно все действия, просто надо посмотреть, как это можно делать, с помощью какой команды. То есть, любая ситуация, любая ваша фантазия, делается абсолютно все. Просто вопрос, да, с помощью каких же команд. Вот, Git есть команда git reset. Ну, мы ее только затронем в короткий, и я вам покажу так, как мы решим текущую ситуацию. Значит, у reset есть три параметра. Hard, soft, mixed. То есть, как мы будем делать reset чего-либо. То есть, если я делаю по умолчанию, это mixed, если есть параметры. soft, это значит, я свою рабочую директорию, точнее, свой stage. Я коммит оттуда заберу и изменения. Но, как бы, я этот коммит откачу, но изменения эти останутся. Это у меня working директория и останутся, как добавленные, но не закоммиченные в stage. Mixed, это более серьезный, он просто остается в рабочей директории. А hard reset, это вообще удаляет изменения, которые я сделал. То есть, вот я делал, 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 делал что-то, вот где-то напортачил, что-то нет, я хочу полностью откатиться до какого-то коммита во всех состояниях и больше о нем никогда не знать. Ну, помню, да, у меня тут был java sample добавлен, то есть, я делаю git reset минус hard и указываю, куда, нет, hit не надо нам давать, да, указываю, до какого коммита я хочу сделать reset. Вот видите, у меня тут, значит, в всех коммитах есть, значит, длинное его представление, ну, мы видели так много, и есть короткое, это первые 6-7 цифр. Вот, 4, 9, 1, 6, E, F, C. Что мне пишет, что hit is now, да, был перенят к этому коммиту с одним таймом. Если мы откроем, посмотрим, видим, что этот коммит вообще пропал, то есть, его нет нигде. Ну, откроем этот function, который мы меняли, java sample. Что произошло, я раз и навсегда потерял свои изменения, которые я сделал. Способов их восстановить не существует. Поэтому, когда делаем git reset hard, надо быть очень осторожным, внимательным, понимать, что изменения, которые вы делаете, больше никогда не будут восстановлены. Когда делаете софт или, там, в начале, mix reset, ничего страшного, все останется, просто оно поменяет свое состояние. То есть, ребята, это такой откат, да, по последствиям. Откатывать можно только то, что вы еще не запушили. То есть, вы делали коммиты, добавление, смены файлов властью с командой add, но не делали команду еще push, то тогда можно делать reset, можно делать всякие вещи. Если вы запушили, то есть, ушло туда, на dmc-сервер, то уже все, с концами. И когда вы пушаете, надо очень внимательно смотреть, что вы делаете. Вот я сделал counter z, чтобы вернулась обратно на переменные java sample. Так, вопрос. Зачем не применяется команда stash, так как у меня, при переходе на другую ветку, изменения тоже приносят и гид не ругается. Значит, вы таких изменений никаких не сделали в вашей ветке. То есть, как бы как, не ругает, когда ветки одинаковые, либо вот здесь stash. Когда вы делаете stash, вы тоже делаете ветки одинаковыми. Не то, что одинаковыми, а изменения, которые не закоммитиваются. То есть, если есть изменения, которые вы не поместили в git, то будет нам вот это работать. То есть, если таких изменений нет, то есть, закоммитили и сделали stash, а это не будет. Команду черепик мы рассматривать сегодня не будем. Вы ее отдельно рассмотрите самостоятельно, расскажите другую команду rebase. Она более сложная, но она более функциональна. То есть, есть еще много команд, которые вы самостоятельно исследуете. По мере возникновения проблем, вы будете там стыкаться. А как мне вытащить один коммит из одной ветки, перенести в другую ветку. То есть, такую вещь. Будете смотреть, как это делать. То есть, с помощью какой команды. Если взять как бы разные вещи. Значит, дальше. Типичная ситуация. Я сделал изменения. Гид статус. Значит, перед каждым любым действием гидом рекомендую делать гид статус. Вот уже как бы не раз натыкался на то, что что-то где-то быстро делаю, 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 делаю. Вроде как хорошо знаю гид, что-то и где-то забыл, или закоммитить, или я оказался не в той ветке. Вот очень частая ситуация. Я оказался не в той ветке и сделал там гид push или гид pull. И статус показывает, в какой мы ветке. Так. Делаю гид коммит. Коммит минус а. Самообновление комментарий. Added java simple. Добавили. Они еще не запушены. Что означает? Посмотрите. Это сейчас показывает мою рабочую директорию. Если мы зайдем на сайт, точнее гитхаб. У меня много открытых коммитаций. И посмотрим, да. Что же находится на матери. То есть на нашем основном удаленном сервере. Наляем страницу. Мы видим, что вот последнее было. Это не верфичи. То есть про существование новой ветки никто еще не знает. Удаленный внешний мир еще не знает. Она еще у меня только. Она у меня в процессе. Я считаю, что в принципе пора время ее переместить на внешнее. Мой коллега хочет тоже подключиться. И хочет вместе со мной поучаствовать. Я сейчас, значит, push new new feature. Так. Ага. Origin. Когда мы пушаем, рекомендую указывать, что мы пушаем. Потому что если мы делаем push без указания ветки, то оно пушит, насколько я помню, все. Все ветки. То есть мы там делали много веток и все у нас запушило. Ну зачем нам это? Указывается обязательно слово origin. Это указание на то, что мы пушаем на удаленной сервере. Да. Если просто было. Не верю. Не было просто. Так. Метро. Клов. Есть. Запушил. Так. Ага. У меня сейчас редко стоит мастер. Вот. Вот. Все вот это есть. Как бы я эти изменения запушил. Значит, как бы в дальнейшем они останутся вот на том сервере. уже как бы откатить, а я уже не могу. Так. Значит, давайте сделаем теперь такую вещь. Возьмем, сделаем еще пару коммитов. Java sample я удалю. Да. Законечиваю это. И добавлю. Да, потому что проходит какое-то время. Ну. Зеро какую-то переменную. Довлю. Ну. Зеро. Сделаю. Ну. комментарий. Значит, смотрите. Вот я сделал в этой фиче, в этой ветке, не верю, фиче, как комментарии два коммита только что. Сейчас они умеются. Видите? Я их сделал в мастере. Походу, да. Вот видите, вот эта ошибка. Гид статус. Нет. Ну, мать же. А что ж он мне пишет? Сэр? А. А, вот все есть. Все правильно. В мастере. Теперь я хочу, чтобы эти изменения попали из этой ветки в мастер. Да. Но я не хочу, чтобы мой коллега видел, что я где-то делал голубых вещей, там, удалял, потом добавлял. Я хочу, чтобы он видел. А тут. По решению. Мы попали на мастере. Все было хорошо. для этого я хочу объединить эти коммиты в один. Для этого используется команда rebase. Давайте вернемся к гайду, к команде rebase. То есть, ты гайду наглядно, вы визуально увидите, что с коммитами происходит при каком-либо действии. есть. Вот reset. Есть. Reset файл. Можно merge. Это тоже. Там черепик. Rebase. Значит, если у нас есть наши. Ага, rebase это просто обычный rebase. Мы сделаем необычный ремейс. Мы сделаем rebase. Видите, что он делает? Он берет вот эту ветку, хит у указателя, как бы, текущий коммит, перемещает в мастер. То есть, была у нас ветка topic, переместила его в мастер. Измерия, которые были здесь сделаны. Мы делаем более сложную вещь. Мы мало того, что переместим наши изменения, мы еще их соединим, вводим в коммит. Для этого в гиде есть команда rebase с праймитром interactive или –3. То есть, в этом режиме мы можем самостоятельно делать определенные действия с коммитом. Такой вот расширенный режим. Значит, я сейчас нахожусь в медиарфиче. Значит, делаем git rebase –i или –interactive и указываю хэш того коммита. До какого коммита я хочу соединить. Я хочу соединить последние два коммита. Вот это у меня c3, d2, c1, c3. Два коммита – хочу их объединить. Мне открывается мой редактор. Так. Да. Коммит. Сейчас. Ага. Один только коммит. А, значит, исключительно. Значит, не то. Rebase надо до предыдущего коммита. То есть, b6, 6, 5, 7. Довольно нигде уже. Все правильно. До какого коммита мы хотим наше изменение сделать rebase, переместить, сделать какие-либо там действия. Значит, у rebase есть несколько команд, которые мы сделаем коммиты. Видите, в каждой строчке есть деми коммит. Значит, мы можем взять этот коммит с помощью пик, можем использовать коммит, но изменить наше коммит сообщение. Например, случай. Я хочу поменять комментарий. Довольно типичный. То есть, вы можете менять что угодно. Хочу поменять комментарий, что-то добавить, исправить ошибку. Пожалуйста. Делайте там rebase для этого коммита и меняйте. Так. Фикс, квеш. Не будем вникать в подробности. Время. Нас интересует что? Я хочу взять последний коммит, remove java sample и сплэшить, точнее, сплэшить соединить с предыдущим. Сплэш. Я договорил сохранить и выйти. Он мне пишет, это комбинация двух коммитов и сообщение. Видите, то есть, он объединяет два комментария от предыдущих коммитов. Я, наверное, не хочу, чтобы вот этот текст был в моем далахтовом сообщении. Мне там не надо. Я пишу там. Помоги, я носичу. Есть. Мне пишет successfully rebated and updated. Смотрим, что у нас тут в нашем дакторе. Предыдущие два коммита пропали и остался один implemented huge feature. Если вы посмотрите, какие изменения были сделаны, вот мы видим удалён javasample добавить ну there. В одном коммите мы удаляли javasample, в другом мы добавляли ну there. Круто. Теперь у меня один красивый коммит. Если, например, я делаю функционал на протяжении недели, у меня 100 коммитов и я хочу, чтобы был один красивый коммит, чтобы мой коллега может сделать код-ревью, например, посмотреть, увидеть все файлы, которые я изменил, вот так вот на экране, в красивом виде и увидеть, что я там добавил, что убрал. То есть вот это вот отличный способ. И рекомендую им, как же там, все рекомендуют, абсолютно все. Идеологи Gita рекомендуют использовать такой подход. Свои изменения сделал, теперь я хочу, чтобы они попали в мастер. Давайте попробуем смотреть. Коммандный вид. Так, есть вопросы. Откатиться, не понял, можно откатиться или я неправильно понял мануал, можно восстанавливать. Чего-то так. Значит, я сделал коммит, потом reset, он мне ответил hit is now, add и дальше хэш последнего коммита, потом сделал git log, но все равно остался тот коммит, который я отменил. Значит, если вы делали git reset без харда, а просто, то, или там сделали софт, то ваш коммит должен был пропасть. То есть что-то вы, не знаю, пишите какие команды вы делали, чтобы я мог увидеть, что они довольно-таки с хардом делали. Не знаю, то есть у меня работают, то есть надо конкретно четко строчку, которую вы делали, там действительно проверить. Конкретно в вашем случае надо смотреть, то есть какого вы там делали. Да, можно написать вместо хэша. Видите, такая штука хэд есть, origin хэд. Указывает, где у нас такой хэд. Мы можно, от хэда можно откатываться. Можно сделать git reset, хэд. Если хэд, ну то мы, наш последний коммит. Если хэд, такая вот тильда 1, это минус 1 коммит на предыдущий. Минус 2, минус 3, минус там 20 коммита. Ну, допустим, вы не хотите писать этот длинный хэш коммита, помнить его. Вы помните так, я два коммита последних, мы их неправильно, хэд минус 2 и делаю там reset, hard и все. И все удаляется. То есть если делать так, reset, hit, то у меня мой последний коммит, который мы делали rebase, пропадет. Делать это не будем. Так, делаем git merge master. Так, что напишет. Конфликты фигуры паттерн жалла. Автоматик merge failed, fix conflict and then commit the result. То есть git вам не позволит сделать неправильный mesh. То есть какой-то конфликт, что-то он не может сделать, он об этом сообщает. То есть такого, что он что-то смержил, какие-то файли побили себя, например, как-то делает svn, меняет с отжима файлов там специальными метками. То есть неудобно потом. То есть такого нет. Feature.potent.jao. Так, давайте git div посмотрим, какие у него есть команды. Так, он позволяет нам сравнить два коммита. Git div commit commit. Очень удобно. Давайте git div. У меня тут коммит... коммит изменения. Так, а что это за изменения? Magic pass. Feature.pattern.java. А, вот. Он все-таки мне поломал. GIFT. А, у нас есть перемен. То есть он мне смержил. Просто раньше делал дукарбейс, и мерж мне никакого не было. Я сделал мерж с рамком. Там была переменная GIFT. Он мне добавил файл и предлагает вот его вручную подредактировать. Еще один раз делаю GIFT. Мержи. Маскет. Because you have a merged file. Git add DRM as firm... Ага, я понял. Я же не закоммитил. Git status. Почему надо делать git status? Вот. Have a merged pass. Git config and then run git commit. Git commit. Git commit. Also because you have unmerged files. Еще куда файл. Сейчас у меня тут два редактора открытых был открытых. Не, не этот. Так, здесь у меня консоль. Статус. You have a merged pass. If you can run git commit. Ты перепаттерн Java. Так. Так. To change... Ага. Git add. Да. Git add. Git add. Надо сделать. Я добавил. Git status. Теперь мне пишут зелененькие. Теперь git commit. Merge. You have a merged from master. Есть. Я делаю git status. Еще раз. Все. Теперь я делаю git merge master. У меня актуальная смартфона. Видите, ветка замыкается. То есть если я сейчас делаю гид, по поводу изменений я добавляю зеро, презент в Нью-Йорк-фиче, делаю гид, чекал, мастер. Да, моих изменений нет. То есть ветка замкнула. Видите, она как сейчас перережает мастер. В ней есть все, что в мастере, плюс новый функционал. Наоборот, в мастер попали все мои изменения. Что произошло? Шел fast-forward. Видите, теперь у меня и Нью-Йорк-фича, и мастер находятся на одном уровне. То есть все акты на одном коммите, и в нем находятся одни и те изменения. То есть у меня сейчас в мастере, и попал сюда no-sale и презент. Я не хочу сказать про штуку fast-forward. Китл очень умный, и некоторые изменения он не делает физически mesh-файлы, а перекручивает просто указатель, в этом случае у меня был мастер ниже, на другой коммит. То есть просто меняет, как вот, прагмирование указатель с одной области по другую. Он просто сказал, что теперь мастер указывает не на коммит, build-out коммит. Видите, где у нас сейчас находится origin here, build-out коммит. Сейчас теперь мастер указывает на это. Но опять-таки это мастер, который у меня локальный. Оригинальный Нью-Йорк-фич и оригинальный мастер находятся немного заметно от стали, находятся позади. Я делаю гид push, чтобы метро попали на север. То есть на GitHub, где хочется этого. Видите, я делаю специальный гид push без параметров, чтобы вы увидели, а запущивались две ветки. И мастер, и нью-йорк-фич. То есть будьте очень осторонны, делайте push. Потому что, не дай бог, вы там что-то делаете, какие-то изменения подоталиваете, еще не готовы. Потому что вас много... Потому что вас много... Да, там предыдущих двух коммитов вводим. Давайте посмотрим, как у нас вводит теперь мастер. И мастер, это я комментарий сделал. Для чего? Для поддержки актуализации. Например, вы делаете новую фичу. Какое-то мне делаете, делаете. И вы делаете ее долго. И вам говорят, мы уже в мастер... ...эти файлы для того, чтобы продолжить делать свою собственную фичу. Тогда мы мержим из мастера в наш бренч, в нашу ветку, где мы делаем свою фичу. И актуализируемся. И актуализируемся, да, делаем там мерж вручную. Ну, потому что специальных программ. И дальше продолжаем работать. В других случаях лучше не мержиться с мастером. То есть, на нашем случае мы могли бы мержиться напрямую в мастер из нашей ветки. В Нью-Йорк-фиче мы могли... ...это, в Нью-Йорк-фиче мы могли... ...замержиться в сумку. Видите, то есть у нас... ...в Нью-Йорк-фиче, там, где я говнокодил, писал, много всяких непонятных вещей. У меня есть... ...правый гифт аддит джава симпл. Ну... ...да... ...а... ...мы же те два комментария убрали. Две эти убрали. Не осталось у нас. Я же убрал это дело. Да, я же убрал комментарии. Что можно было сделать и все еще. А можно было... ...вот этот... ...ребейс, который я сделал... ...соединив два комментария, не делать... ...внутри ветки Нью-Йорк-фиче. А можно было сделать... ...ребейс в ветку мастер. То есть смержится с мастером с помощью... ...ребейса. То есть указать... Я указал... ...ребейс, если вы будете помнить. Давайте посмотрим... ...историю. Я сделал... ...ребейс. Указал... ...хэш коммита. Я могу указать ветку. Ну, допустим, я покажу вам сейчас для наглядности. Гид статус. Там можно было указать... ...гид мастер. ...гид чекаут... ...бир фичи. Ага. И давайте что-то сейчас быстро поменяем. ... ... ... ... ... ... ... ... Я делаю git rebase-ini-reactive-master, и оно мне возьмет все те новые коммиты, которые нет в мастере, покажет здесь в интерфейсе, и предложит с ними допустить их коммит в ближайшем случае, можем их сквешить. В данном случае у меня один коммит, я оставляю как есть, и мне написано rebase-it and update-it. Гид статус... А, давайте откроем трус-тебе, что ты видишь. Так, ADD-Center-Z. Мастер. Оригин-мастер. Так. Нужно было бы попасть в мастер. А, надо включиться в мастер. Давайте время подходит к концу. Отдельно сами разберетесь уже, как можно сделать это. Надо было перейти в мастер и сделать VR-fitch. Значит, запись будет. Давайте вопросы. А, нет, не вопросы. Сейчас еще я быстро вам покажу то, что хотел. Если вы хотите на своем проекте использовать гид, да, и, значит, есть первый способ. Это у себя поднять сервер с гидом и настроить веб-дав, протокол на настройках HTTP для менеджмента таких вот как раз репозиторий. То есть нужно сделать там свои будут нюансы, это довольно-таки непростая задача. Можно использовать провайдеры. Первое – это Assembla, который я рекомендую. У него есть личная возможность на генеральное количество людей, 1 гигабайт-места, и, точнее, генеральное количество проектов, 1 гигабайт-места, по-моему, 20 участников на проекте, на вашем репозитории. Это довольно-таки интересная вещь. И позволяет так само, как и GitHub, и прочее, веб-UI просматривать вообще изменения истории, делать код-ревью. То есть, это довольно интересная вещь. Bitbuck – это Апласима, проект коррупции новый. Апласима, то есть, вообще классный. И интегрируется с Jira, если просто… То есть, если у вас Jira, и… Вот. Один… Как мы думали… Баффет там, для бесплатной версии, 5 человек, максимум, может быть, на проекте. Но проект может быть неограничен, по-моему. Вот. GitHub – вот. Нет никаких ограничений, да, кроме того, что проект публичный. Ну, от предыдущих провайдеров по скрипту. Графический. Значит, покажу вам Git GUI. То есть, да, вот у вас Elims, Mac. Вы не хотите ничего устанавливать. Есть команда GitK, которая открывает историю, видите, в таком графическом виде. Она вышла, там, через месяц, поскольку вышел Git. Можно просматривать визуальные ветки, коммиты в истории, делать фильтры поиски. Ну, такая быстрая под рукой всегда утилита. Позволяет видеть диффы, смотреть между коммиты, какие были сделаны в файлах. Ну, то есть, прикольно. Ну, она же Git UI. Ну, Git UI, как бы, Git UI. То есть, она тут позволяет еще, там, это филоскану GitK, плюс еще дополнительные информации. Можно сжимать Wargit, там, показывать одной ветки, да, вот я хотел показать историю ветки. У меня криптуру самую, то есть, с помощью Wargit. Дальше. Если у вас сходить все-таки под мультиплатформенность, и что красиво, это SmartGit. Наверное, одно из узунчик решений на текущий момент. Вот он, я уже запускаю, очень мощный. Он поддерживает просто огромное количество команд Git. Наверное, одна из самых мощных по начинке. Atlassian Source 3, который я вам показывал, он попроще, но тоже наглядный, быстрый. То есть, все-таки для базовых вещей походит. И для Windows есть то TouristGit, то есть, если кто-то работает с TouristSVN, это вот для тех ребят. Но все-таки лучше, да, SmartGit. То есть, SmartGit, он видит много возможных действий. Тоже наглядно показывает все. Пишет команды, консольные, которые он делает. Думает так. Ссылочки. Значит, ссылочки, которые… Ой, тут очень много, по ним пройти уже не успеем. Значит, первая – это книга. По Git.ru есть книга. Она есть на русском языке. И есть ее там две версии. Значит, я рекомендую зайти на git.scm.com. Это официальная документация по Git. Там есть видео. Обязательно провести видео, если вы раньше не работали с системой такой версии, особенно, 4 видео, там, на 25 минут, но пользы неимомерны. Какой Git происходит, там, устроен, какие преимущества использования Git. Так. Вот книга по Git.ru на русском. Скачивается в виде братья, любой язык. Так. Вот она на русском. Visual Git Guide, который мы только что смотрели. Kernel. Если вы хотите исчерпывающую документацию по Git.ru, на kernel.org есть документация. Все команды, вот они тут перечислены, все толки, которые мы видели. И тут просто по ним нереальный кайп. То есть, примеры расписаны довольно хорошими. Git Guide, Atlassian. У Atlassian неплохой туториал. Значит, у Stanford. Stanford есть мануал по Git.ru, он переведен на русском. Вот у меня русская версия. Вообще, это тоже детально не звучало, но то, что я видел, очень понравилось. То есть, влияние. Как делать по командам, с комментариями. То есть, вообще, не знаю. А вот. Асхер. Вече. Второй момент. Это, если вы хотите попробовать Git.ru. Есть GitHub.ru. Так, значит, это тоже документация по Git.ru очень хорошая. То есть, как уснуть. Как уснуть настроить Git.ru. Сделанная в виде такой крайне компетентной игры. Вам даются бонусы при выполнении каких-либо задач. Старс Коус Фор Фри. И, да, то есть, у вас идет видео. Вы смотрите видео, вам объясняют. Ну, на английском. Потом вы выполняете какое-то действие. Да, то есть, у вас есть там уровень. У вас есть поинты. 250 за челлендж. И вот вы тут делаете там Git. Да, статус. Прямо в консоли надо сделать Git. Имид. Они не сделали Git. Всё. Git статус. То есть, возвращаем с команды. Прямо вы в браузере это делаете. Есть два проекта. Они сайта Кудеску. Значит, это один. То есть, хороший. И три GitHub. Это тоже эти ребята сделали. Но он чуть-чуть попроще. Он на русском, по-моему, есть. Тоже, видите, консоль открывается. И там делаем команды с Git. Так. Есть вопросы. Давайте там. Я посмотрю. То есть, еще большая часть людей еще здесь. Я читаю. Так. Как пользоваться с турфактором вскажем через консоли. У многого раза вводить с изменением токен. Он займёт на реверсит. Умена в Rewersit. Умена в Rewersit. Умена в реверсит. Токен там, по-моему, если под Windows можно его один раз установить. Какой клиент для реализации по свете под Ubuntu? Смарт-гид, он под все системы, то же самое как и Source 3, подходит Linux, Windows, Mac, все отлично. Все остальное под Linux большая проблема.